Музыка Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы продолжаем вот этот вот свифер, который мы начали уже давно-давно и кто ждет, уже описали, даже девчонки, что ждут, ждут, ждут продолжения. Вот, наконец-то мне пришла вот эта вот ткань дополнительная, я их заказала две, еще черную, возможно, еще черную заказала, но я не знаю, вот я все сомневаюсь. И черная мне нравится, и белая мне нравится, вот какую я сделаю, я не знаю. Наверное, черную, просто все-таки с серым, оно на контрасте сыграет, я думаю. Не знаю, девчонки, я в замешательстве заказывала я вот эту вот под нее, но почему-то она мне пришла, и я, я мне немного разочарована, дешево она смотрится, поэтому я, кстати, дня три я думала, прежде всего не могла к этому видео как бы дойти. Не нравится мне, как выглядит это, может, она потом пригодится на лето, что-то придумаем. Ну, в общем, пока я ее откладываю. Я думаю, придумаем чего-то, наверное, к лету интересного. Да, если будут идеи, девчонки, присылайте, обдумайте. Так, с этой поговорила, закончила. Кстати, вот до этой минуты я почему-то даже, я еще не знала, что я буду делать. Буду я делать все-таки из этой. Раз у нас Новый год, мне кажется, оно будет более так симпатично. Серое с этим черным. Да, так, что, кто не знает, кто не видел первое видео, есть первая часть, ссылка будет под видео в описании. На ваш размер вы свяжете основу. Использовала я пряжу Махер Норка, бог знает что, с Авиэкспресса тоже. Все ссылки, девчонки, я оставлю под видео, чтобы не задерживать много, не болтала. И так уже наболтала. Сделаю один рукав, чтобы перепроверить, потому что это мое видео этого джемпера в комбинации с тканью. Вот, один рукав я сделаю, посмотрю, если мне будет нравиться, мы будем делать с вами второй. Если не будет, я буду делать какой-то еще вариант. Бегло покажу вам. Все село, как я и предполагала, никаких нюансов, вопросов не возникло. Все сидит прекрасно, в работе тоже прекрасно. Так что, идем дальше. Размеры у нас СМЛ, да? Моя задача стояла, объясните, бездальщица, которая не шьет, как раскроить рукави, как его пришить. Девчонки, те, кто умеет это делать, понятное дело, что вам это покажется полностью дилетантством. Поэтому не обращайте внимания. Я объясняю тем, которые вообще не сталкивались с такими вещами. Итак, девчонки, будет три размера. Ну, так как у нас основа трех размеров, рукав тоже будет трех размеров. Единственное, что вам нужно измерить, длину... Длина пишется с двумя или с одним? Опять забыл. В общем, длина рукава. Рукава. У меня это 58 сантиметров. Руки у меня длинные, не удивляйтесь. Я округлила до 60 сантиметров. И основываясь на 60 сантиметров. Значит, сейчас я рисую выкройку. Вот здесь вот у нас сгиб. То есть, всю ткань мы перегибаем, делим пополам. Я заказала метр вот этой вот ткани. И у меня остался ровно половина. Вдоль мы ее разделяем пополам. Это будут два наши рукава. Итак, первая мерка. Вот она. Это вами измеренная длина. 60 сантиметров в моем случае. Далее. Здесь вот отступаем отверт. Для размера М это 18 сантиметров. Для размера С 16. И для размера Л это 20 сантиметров. Вот. Мы отступили. Это прям вы рисуете. Можете на бумаге рисовать. Чтобы потом на газете. То есть, сверху мы отступили 18 сантиметров. Вот. Отсюда, сюда 18 сантиметров. С этой точки мы меряем до вот этой вот точки. Вот здесь вот у нас. 30, 35, 40. Хотите попышнее рукав, делайте на всю прям ширину. Тогда тоже подойдет. Далее. Внизу отсюда отступаем 25 сантиметров. 25 сантиметров. 25 сантиметров. Для СМ, а для Л 30 сантиметров может быть. Вот. Так. 20, 25 и 30 сантиметров. Соответственно, размером. Мы отступаем с этой точки сюда. Сейчас мы это все будем с вами делать. Это мы строим выкройку. Далее мы все будем делать на ткани. Все, я буду показывать. Записывает хоть записывает. Слава тебе, Господи. Далее мы проводим ровную линию между этими двумя точками. И делаем окат. Как его делать, я покажу. Окат такой странный, потому что здесь у нас будут складки. Все, девчонки. Вот это наша выкройка и наши мерки. Запоминаем. Вернее, берем, ставим видео на паузу и рисуем нашу выкройку. Хотя бы вот в таком вот виде на бумажке. Вот. Далее. Берем нашу ткань. Она у меня, конечно, в кадр не очень влезает. Значит, она, вот если смотреть на нее, вы получите кусок, и здесь будет кромка. Вот эта кромка, боковая часть. Относительно этой кромки, то есть две кромки, которые у меня здесь сейчас нет, вы складываете вдвое и разрезаете на два рукава. Ну, то есть не обязательно. Просто можете складывать вдвое и еще раз. Вот сейчас я складываю вдвое. То есть, если у вас цельный кусок, вы его вот так вот сложили вдвое, он будет, конечно, в два раза больше. И еще раз вдвое. И кроите вот таким вот образом, основываясь на вот эти вот два сгиба. Видите, здесь два сгиба. Вы, основываясь на них, будете сейчас выкраивать карман. Ой, тьфу, рукав. Всегда у меня каждое видео, я заговариваюсь. Я же буду кроить один рукав. И, потому что один я уже сделала, пробовала. Значит, здесь я равняю, отмечаю. Ну, нарисовала у меня на столе, а на ткани ничего нет. Ну, ладно, я просто плохо, конечно, что не видно. Ну, в общем, я отмечаю здесь и здесь 60 сантиметров. То есть, на сгибе я отмечаю 60 сантиметров. Точно так же, как и на ткани. Видите, что делается. Не видно. Давайте я буду булавками. Вам будет понятно. Значит, булавкой отмечаем отметку 60 сантиметров. И здесь вот начало этих 60 сантиметров. Так, теперь, отверху отмечаем 18 сантиметров. В моем случае, в вашем же случае, ваше число. 18. Вот оно. Идем, повторяем все точно так же, как я рисовала. Далее, из этой точки 18 сантиметров я отмеряю 35. Кто запутался, пересмотрите еще момент вот этих вот всех нюансов. 35 сантиметров. Отмерила 25 и думаю, что там немного осталось. Ну, вот видите, какая звезда балета. Так, 35, Вика. 35. Ну, теперь нормально. Нормально. Итак, теперь нам нужно нарисовать, вернее, здесь я у последнего маркера отмеряю 25 сантиметров. 25. И провожу линию вот здесь вот. Вот она линия, это низ рукава. И провожу линию, соединяя вот эти две точки. Нижнюю. Итак, проводим линию. Вот наша линия. Вот эту вот. Вот отсюда, с этой точки сюда. Вот, конечно же, вам ничего не видно, девчонки. Вот я провела милом. И сюда, в точку. Теперь нам осталось только сделать окат. Окат делала таким образом, и все село прекрасно. Вот, в эту точку, где она у нас. Вот она, эта точка. Вот эта вот, на чертеже. Мы, не доходя до края, потому что будет шов, да. Вот. Стык и эта точка. И сантиметр от нее отступаем. Ну, вот так вот. Просто. Не ровно, вот так вот. А именно, эту часть разложить вот сюда, плавно. И обрисовываем. Размазача, соединить эту точку. Вверх, вернее. Видите, если просто разложить. Пройму, то это будет вот так вот. А нам нужно, как бы, плавно. Плавный такой. И вот, плавно оно уходит, как бы, в верхнюю точку. Здесь ровно-ровно, плавно. Плавный переход мы делаем в конце. Вот, и все. Девчонки, сантиметра даем припуск. Еще у нас остается ткан на какую-то летнюю футболочку с коротким холом. Ну, это мы, может быть, к лету не сообразим. Плохо, конечно, видно. Фломастер здесь никакой не нарисует. Но, единственный плюс, я вам скажу, девчонки, в этой ткани, что она тянется в длину и в ширину. Так. Ну, и вот. Видите, какой у нас получается этот рукавчик. Все, булавки все снимаем. И теперь ищем лицевую сторону. Вот эти, по вот этим вот точечкам. Вот. Шибала я вручную. Конфисковала ребенок, ребятенок. У меня машинка. Вернее, сейчас я пользуюсь ее машинкой. А она берет когда, ну, у нас порежащие. Вот. Она берет, когда ей нужно. Вот. Ну, это даже плюс, потому что будем сшивать способом вязальщицы. Нам это нужна помощь. Значит, вот сам рукав я сшивала черной нитью в одно сложение, чтобы совсем тоненький шовчик был. И теперь определяем, вот более ворсистая такая сторона, это лицо. Мы ее складываем вовнутрь. И где-то в пол сантиметра я отступаю. И сшиваю. Шов на этой ткани, конечно, получается очень коряр. Но вы этого не пугайтесь. Оно потом ничего вообще совершенно не видно. Сшиваю. И так, вот я сшила этот рукав. Теперь я его выворачиваю на лицевую иглу, в руку, в рту держу и говорю. Так, выворачиваю на лицевую сторону. Вот видите, оно совершенно не важно, как вы сшиваете, оно там ничего не будет видно. Вот, джемпер выворачиваю на изнаночную сторону. И теперь мне нужно рукав продеть в пройму. Вот где у нас шов, мы совмещаем с боковым швом. Прямо сразу его булавочкой скалываем. Вот он боковой шов, вот он шов рукава. Совмещаем их. И скрепляем. Есть. Теперь, вот, продвигаемся влево. Продвигаемся, совмещаем плавно, ничего не присбориваем. Просто вот так вот перемещаемся кверху. Так, здесь не до... Оставляем где-то 7 сантиметров. То есть, не до конца это мы делаем. Оставляем до верху 7 сантиметров. Ну, до плечевого шва я имею в виду. Это мы перемещаемся влево. Вот еще одну булавку. Так, теперь возвращаемся опять. Вот, видите, мы присоединили. Без никаких сборок и складок. Они нам в этих местах не нужны. Теперь перемещаемся вправо. И делаем то же самое. Без сборок и без складок. Без сборок, которая у нас осталась не прикреплена. Складываем пополам. Вот, видите, совмещаем, складываем пополам. И находим середину. И эту середину мы крепим к плечевому шву. Вот. И отсюда будем плясать в складках. Значит, прикрепили. Теперь у нас влево и вправо от этого плечевого шва две складки. То есть, мы распределяем ткань вот таким вот образом. Складываем. Раз. И. Больше. Смотрите, они достаточно такие крупные здесь эти складки. Я не захотела присборивать, потому что мне кажется, что складка ложится симпатичнее, чем сборка. Вот. Вот. А что ж такое? То есть, вот я сложила для складки, а это не хочет меня. И скалывая, то есть, в эту сторону две складки у меня ушло. И здесь точно так же. Эту часть. Раз. И два. Вот. Можете, конечно, сделать и три, и четыре маленькие, но я решила вот так вот. Кто не увидел, на замедленной поставьте, видимо. Видите, на изнаночной стороне они смотрят, как бы, на себя вот так вот. Вот они. Эй, эй, эй. Теперь пришиваем. Здесь уже мы шьем по изделию серой нитью. Вот. Ну, шьем. Пришиваем по кругу. Все, как мы скололи или наметали. Все, мы пришиваем теперь. Ну, булавки постепенно убираем. Вот, все. Иду я по пройме, по кругу пришиваем. Вот, еще что-то у меня этот интересно сложился. Так вот, поправим. Все, пришиваю я рука. Так, мои хорошие, мы на финишной прямой. Вот, смотрите, я пришила. Вот, вот, вот. Там шва, по сути, не видно, потому что вот это прозрачное. И все очень хорошо выглядит. Теперь мы выворачиваем рукавчик наш. Еще мы находимся на изнанке. Ой, это не тот рукавчик. Ну, этот точно такой же. Пришит он. Все красиво выглядит. Одинаково со всех сторон. Достаем мы его. Теперь манжеты. Подготовленный манжет. Та сторона. Пришиваем той стороной, где у нас закрытые петли. Вот, тут, где у нас набор, все у нас красиво, симпатично. А где закрытые, некрасиво. Поэтому, вот, закончилась нить. Здесь делим весь сам манжет на четыре части. Я делю булавками. Вот таким вот образом. Пополам. И теперь еще раз пополам. Совмещаем булавочки. И отмечаю четвертилки. Так. Прекрасно. Тоже мы делаем и с рукавом. Так. Есть. Видим, да? Теперь рукав. То же самое. Но здесь нам не нужно. Здесь у нас шов. И так все понятно. Значит, половина. Теперь точно так же совмещаем шов с булавкой. И здесь отмечаем. Раз и два. Чего я так интересно снизу вверх? Ну, не знаю. Сейчас посмотрю, почему я так сделала. Может, это лучше. Это интуитивно у меня получилось. Теперь, значит, вставляем вовнутрь нашу, нашу, нашу манжет. И вот теперь вот мы соединяем все четыре, как бы, сектора. Да? Идем так. Теперь второй. Вот он у нас. Второй. Совмещаем булавку. И булавку вот эту вот достаем. И совмещаем. Ой, скалываем. Два. Теперь следующую. Это мы делаем для того, чтобы у нас равномерно распределились складочки. Чтобы сборка была равномерно. Три. И вот четвертый. Вот такой вот цветок у нас получается, четырехлистный. Вот он. Теперь нам в каждом секторе нужно сложить... Тут вы выбираете сами. Да? Две или три складочки. На ваше усмотрение. То есть распределить вот эти вот... Избыток ткани. Сложив его в складки. Учитывая то, что мы будем... При сшивании вот так вот подтягивать. То есть, чтобы у нас было... Мы могли свободно продеть туда руку. Вот смотрите, чтобы это у нас было эластичным. И либо там подтянуть рукав к локтю. Ну, разные варианты ношения. Но главное, чтобы мы в него влезли в этот рукав. Да? Чтобы мы не стянули швом его. Вот смотрите. Складываем. Таким образом, чтобы был запас на растягивание. Вот. Так все четыре. Так. Так. Все, мои хорошие. Вот мы подготовили. Видите, рукавчик собрали. Теперь шиваем. Здесь я рукав шила по ткани. Почему? Потому что очень много этих складочек. Чтобы нигде ничего не потерять, я шила именно так, чтобы видеть это все и контролировать. Еще не забываем контролировать натяжение, чтобы оно у нас присутствовало все-таки. Вот так вот пришиваем. Девчонки, вот он мой результат. В начале вы уже все видели, я так думаю. Не думаем. Вот что хочу сказать, что я бы единственное, что исправила, сделала бы ее чуть по длине, эту кофточку все-таки, девчонки. Вот, кто будет вязать по длине немножечко. А так все, ничего бы не меняла. Вот, кстати, вот он мой рукав пришит. Манжетцы, в смысле. Ну, все, девчонки. Вяжите, уверена, вам понравится. Тем более, что пух норки очень приятен к телу. Вот. Так что, так что вот так вот, девчоночки. На сегодня это все. С вами была Викая Школа Рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok